Пушкин находил, что такой сюжет мертвых душ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров, отмечал в своей авторской исповеди Николай Васильевич Гоголь. Сегодня мы с вами будем говорить о главном герое поэмы «Мертвые души» Павле Ивановиче Чичикове. Определим роль и значение этого персонажа в раскрытии замысла произведения. Раскроем типичность образа Чичикова. В ходе работы мы будем рассуждать о том, каким образом Гоголю удалось изобразить главного героя поэмы в качестве зеркала современной писателю помещичьей России. Работать со схемами, размещенными в учебном пособии по русской литературе, выясним, в чем состоит новаторство автора в изображении нового литературного героя. В качестве персонажа, с которым читатель отправится в странствие по Руси, Николай Васильевич Гоголь выводит на странице своего произведения главного героя Павла Ивановича Чичикова. Именно он является проводником в «Царство мертвых душ». Однако писателя интересуют не сами странствия и похождения своего героя, а их социальное и нравственное содержание, позволяющее автору сделать плотовство Чичикова зеркалом, в котором отражается современная Россия, страна помещиков, продающих мертвые души, и чиновников, оказывающих содействие мошенничеству. А сейчас я предлагаю вам поставить видео на паузу и открыть учебное пособие по русской литературе на странице 23. Вы уже прочитали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Опираясь на схему 3, докажите, что в образе Чичикова, как в зеркале, отражаются основные черты помещиков, героев знаменитой поэмы Николая Васильевича Гоголя. Вы верно отметили, что образ Павла Ивановича Чичикова соотносится со всеми героями поэмы. Он способен копить, как коробочка, и также мелочен, как она. Деликатен, как Манилов, любит бессмысленные разговоры и благородные жесты. При жиме стыдиловит, как Собакевич, и грубоват, как он. В бережливости не уступит Плюшкину, может кутнуть и солгать не хуже самого Ноздрева, не уступит ему в самовлюбленности. Ключевым эпизодом во всех встречах с помещиками является предложение Чичикова продать ему «Мертвые души» и реакция помещиков на это предложение. Остановимся подробнее на том, зачем главному герою поэмы понадобились «Мертвые души». Еще со времен Петра I в России раз в 10-15 лет проводилась перепись крепостных душ. За каждого крепостного мужика помещик платил в казну налог. Если за этот период крестьянин умирал, за него по-прежнему надо было платить, так как он числился живым. Вот их-то искупает Чичиков, чтобы заложить, как живых, в опекунский совет и получить за них изрядную сумму денег. Попробуем определить, почему же Чичиков был так уверен в успехе своего предприятия. Поставьте видео на паузу, прочитайте отрывок из поэмы «Мертвые души» и дайте ответ на поставленный вопрос. Итак, главный герой поэмы уверен в успехе своего предприятия, так как после эпидемии холеры вымерло много крестьян, а подади уплачивать за них нужно. Помещики проигрались в карты и промотались как следует, имения оказались брошенными. Во встречах с помещиками проявляется и личность самого Чичикова, ведь он вынужден приспосабливаться к каждому из них. Герой меняет свой облик и манеру поведения, словно хамелеон. С Маниловым он ведет себя, как Манилов, любезничает, льстит. С коробочкой Чичиков разговаривает уже без особых церемоний, и его фразы созвучны стилю общения хозяйки. С ней он грубоват, прямолинеен. Нелегко складывается общение с наглым вруном Ноздревым, ведь Чичиков не терпит фамильярного обращения. Однако, надеясь на выгодную сделку, герой до последнего не покидает имение помещика и уподобляется ему. Обращается на «ты», перенимает хамский тон, ведет себя фамильярно. С Собакевичем ему тоже не удается сразу попасть в тон. Он помещик, олицетворяющий основательность помещичьего бытия. Поэтому Павел Иванович решается сразу на основательный разговор о мертвых душах. Как видим, в сценах встреч Чичикова с помещиками автор раскрывает внутренний мир своего героя. Чичиков привлекает людей на свою сторону и, умело манипулируя ими, склоняет к продаже мертвых душ. Эта внутренняя многоликость Чичикова, неуловимость, подчеркивается и его внешностью, данная Гоголем в неопределенных тонах. В бричке сидел господин не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Беспрестанно меняется и выражение лица Чичикова. Так, отправляясь на бал к губернатору, он целый час проводит перед зеркалом, изучая различные выражения лица и манеры, чтобы применить их на балу. Пробовалось сообщить ему, лицу, множество разных выражений. То важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкой, то просто почтительное без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Гоголь постоянно подчеркивает внешную опрятность своего героя, его любовь к чистоте, хорошему модному костюму. Чичиков всегда тщательно выбрит, надушен, всегда на нем чистое белье и модное платье. И вот эта внешняя опрятность, чистота Чичикова противопоставлена внутренней грязи и нечистоплотности этого героя-хищника, пускающего в ход все для осуществления своей основной цели – наживы, приобретательства. История жизни Чичикова скрыта от читателя вплоть до заключительной одиннадцатой главы. Из этой главы мы узнаем о жизненном пути героя с рождения и до того момента, как он занялся скупкой мертвых душ. Как складывался характер Чичикова, какие жизненные интересы, сформировавшиеся в нем под влиянием окружающей среды, руководили его поведением. Обратите внимание на схему, отражающую путь Чичикова к богатству. Еще в детстве он получил от отца наставление – как выбиться в люди. Больше всего угождай учителям и начальникам. Водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. А больше всего береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. Этот завет отца и положил Чичиков в основу своих отношений с людьми еще со школьной скамьи. Копить копейку, но не ради ее самой, а как средство достижения материального благополучия и заметного положения в обществе, стало основной целью его жизни. Уже в училище он быстро добился расположения учителя и, обладая большим умом со стороны практической, успешно накапливал деньги. Служба в различных учреждениях развела и отшлифовала в Чичикове следующие качества. Практический ум, ловкую изобретательность, лицемерие, терпение, умение постигнуть дух начальника, нащупать слабую струнку в душе человека и умело воздействовать на нее в личных целях. Энергия и упорство в достижении задуманного и бессердечность. Получив должность повыщика, Чичиков стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира. И приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. Все это отличало героя и в дальнейшей его службе. Таким он предстал перед нами и во время покупки мертвых душ. Поставьте видео на паузу и обратите внимание на схему 4, размещенную в учебном пособии по русской литературе на странице 25. О каких событиях на пути Чичикова к богатству мы не говорили. Перескажите эти эпизоды. Гоголь стремится понять психологическую природу Чичикова как нового явления. Поэтому в последней главе так подробно рассказывает о его жизни. Как мы смогли заметить, Чичиков обладает рядом ценных качеств, полезных для любого человека. Так ему свойственна необычайная энергия, деловая хватка. А его целеустремленность и предприимчивость позволяют ему после каждой неудачи начинать карьеру заново. Но для достижения своей цели Чичиков использует любые средства, при этом оправдывая свои неблаговидные поступки и искренне считая себя хорошим человеком и достойным гражданином. Это делает его антигероем, персонажем, в котором наиболее полно воплощены отрицательные черты и качества. Образ главного героя поэмы Николая Васильевича Гоголя дал название социальному явлению Чичиковщине, для которой характерно получение личного благополучия любой ценой. Не зря русский критик Белинский назвал Чичикова не меньше, если не больше Печорина, героем нашего времени. Для закрепления изученного материала я предлагаю вам выполнить тестовую работу и задание под номером 4, размещенное на странице 27 учебного пособия по русской литературе для учащихся 10 класса.